Большой природный простор и вековая история. Отсутствие комфорта, финансов и свежих идей. Свести плюсы и минусы регионального туризма попытались на стартовавшем конкурсе идей квестовых туристических продуктов. Что мешает региону выйти на передовую путешествий и что в обозримом будущем? Об этом наши корреспонденты. Красное знамя на видеоэкране – будущее минувшей эпохи. В том, что назад в СССР интересно и способно развить туризм региона, считает девушка на сцене. Одним из гвездей нашего мероприятия будет выезд на катушку. Выезд куда-либо в область – вопрос комфорта, финансов и времени. Передвижение в зоны отдыха во многом зависит от качества дорог. И если бездорожье многими участниками используется как экзотический плюс, то денежные вложения в проект зависят целиком от идеи. Есть идеи, которые, наверное, надо реабилитировать и адаптировать к тому району, к той среде. Поэтому сегодня здесь районы. Им интересен проект «Назад в СССР». Это чистейший проект «Красного бутика». Мы говорим, если будет у нас прямой с рейс Китаем, пожалуйста, можно разрабатывать. Китай – все. Это реально, абсолютно проект. Еще и плюс, если картошки хорошо насадят, следующие туристы и выкопали, и для района оставили прибыль. Среди тех, кто уже создавал туристические проекты – студенты. Горожанам Олегу и Жане Марьяновский район принес первое место в студенческих медиаиграх. Условного бюджета в 3 миллиона рублей на создание центра семейного отдыха с казачьей тематикой студентам бы хватило. И в то, что этот проект вполне реален, ребята верят. Мы приехали на место, скажем так, ознакомления. Мы поняли, что особых каких-то сверхпопулярных мест и мероприятий там провести, может быть, не получится. Ничего не нашли. Очень интересно. Поэтому нам приходилось придумывать постоянно. Мы нашли основные точки – это крыльный завод, аэродром. Там много рукодельниц района. И мы пытались опору сделать на них, чтобы и привлечь посетителей, и район не скучал. Горожанин видит снаружи. Местный житель зрит в корень проблемы изнутри. В этой аудитории представители районов области строят новые васюки. Тарские специалисты по туризму смотрят правде в глаза. Юлия Кузнецова считает, что четырехвековая история города в сочетании с природой даст результат. Но до нее, опять же, нужно добраться. Представляете, мы можем придумать в Таре замечательный квест. Потрясающий, самый великолепный. Но кто к нам за 300 километров поедет по абсолютно убитой дороге, ломать свою машину, тратить свои силы. Поэтому все всегда упирается в деньги. Мы разрабатываем то, что мы посильно нам, что же, немножко сделать. А финансовые какие-то вливания в ближайшем обозримом будущем нет, не предвидится. Впрочем, генератор идей запущен. На разработку квестов у участников два дня. То есть возможность, что уже в скором времени в регионе будет где отдохнуть, становится ближе. Николай Евенко, Александр Филиппов, Антенна 7. Продолжение следует...